Здравствуйте, это Укралай, Судмила Немирия, и мы продолжаем наш эфир, и я хочу напомнить, что спонсором канала торговая марка Гейтман. А мы очень рады, что сегодня с нами на связи Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время поговорить сегодня с нами. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Юлия, знаете... С вами всегда очень приятно. Спасибо огромное. Юлия, знаете, я вот о чем хотела сегодня с вами поговорить. Вспомнилось мне 20 февраля 2014 года, именно этой датой датировано, что там медаль или орден за присоединение Крыма, Россия датировала именно этой датой. И судя по тому, что приближается уже 10 лет войны, которая началась еще тогда, в 2014 году, и уже практически два года большой войны. Очень хотелось бы поговорить обо всем этом огромном, я не знаю, куске времени. И очень интересно, вот как для вас изменился и мир, и Россия за эти годы. Вот вы же... Это же тоже просто все проходило через всю вашу жизнь. Вы об этом много думали, писали, много говорили об этом, я многое читала. И вот, может быть, с этого такого вопроса я бы и начала наш с вами разговор. Поэтому, вот, если можно, давайте поговорим, как все это изменилось за 10 лет. А может быть, не менялось за 10 лет, а изменилось только за 2 года. Просто, знаете, многократно мне приходилось от разных экспертов слушать такие, знаете, такие замечания о том, что... Вы знаете, вот войны, если они начинаются в современном мире, они длятся там где-то 10 лет. И все говорили, ну, тогда, значит, вот эта война, которая сейчас длится, будет длиться там еще условных каких-то 8. А я говорю, подождите, ну, она же и так уже длится 10. И вот с какого момента начнем отчитывать? Ну, во-первых, насчет войн, которые для АСА 10 лет, я как-то не понимаю, как эти эксперты считали. Иранно-Иракская война действительно длилась, если я не ошибаюсь, 8 лет. Но если, скажем, посмотреть на российско-грузинскую войну, то она длилась 5 дней. И, кстати говоря, острая фаза вот этой войны имела шанс закончиться в Стамбуле тоже за небольшое количество времени. Потому что Путин понял, что он не добивается желаемого, и у него было желание это дело перевести в какую-то другую фазу. Еще раз повторяю, перевести в какую-то другую фазу. Если будем отдельно рассуждать о Стамбуле, может быть, вернемся. Соответственно, если посмотреть на арабо-израильскую войну, ну, или на Палестин-израильскую войну, то как, ну, с 48-го года и до сих пор днишнего дня, и там, с мелкими перерывами. Так что я не знаю, откуда они взяли эти 10 лет, вот просто честно не знаю. И это как считать. Поэтому, к сожалению, одна война не похожа на другую. И я бы, как ни странно, начала немного раньше. То есть не немного, я бы начала с самого прихода Путина к власти. И обратила бы вот на что ваше внимание, что Путин оппортунист. И Путин поступает так, как ему кажется, это съезд Запад. И первые несколько лет своей жизни, вернее, первые несколько лет своего правления Путин действительно хотел вступить в НАТО. Действительно считал, что он будет западным партнером на равных. Действительно считал, что... У меня сейчас серьезное подозрение, что мы все недооценивали Путина, и что вот те чудовищные репрессии, которые мы имеем сейчас, и та чудовищная война, которую мы имеем сейчас. Это и есть настоящее его лицо, настоящие инстинкты. Но он когти держал невыпущенными в первые годы своего правления ровно, потому что он считал, что надо вести себя более или менее в рамках. И тогда он вступит в эту замечательную западную семью народов, где не без урода, но, допустим, его учили где-нибудь на курсах КГБ. Что Запад это такая лицемерная фальшивая демократия, которая прикрывает власть чистоганной и продажных политиков, которые все решают в своих интересах. И он искренне, с одной стороны, строил ровно то самое в России. И, надо сказать, построил. То есть, вот то, что он строил в России сначала, вот это было по рецептам КГБ. Это был некий демократический фасад, который прикрывал власть, ну, в данном случае, не продажных политиков, а авторитарных политиков, которые вертят, как хотят, но все-таки соблюдают некоторые, все-таки соблюдают некоторые приличия. И он искренне, он считал, что есть какой-то бельдеберский клуб, который Западом управляет, и он очень туда просился принять. А его не приняли. Причем, надо сказать, что на некоторые вопросы у меня есть ответы, на некоторые вопросы у меня, если честно, ответов нет. Почему не приняли, вы имеете в виду? Нет, нет, некоторые вопросы, которые он задает. Например, я очень хорошо понимаю, почему Путина после... То есть, вернее, я теперь понимаю, что, например, причина, по которой он, скажем, не сажал Ходорковского, долго, вернее, в 2003 году посадил, заключалась в том, что до этого он действительно думал, что вообще не проблема. Вступлю в НАТО и буду гулять, в Турцию, в конце концов, в НАТО, и буду своим среди ребят. Причина, по которой так долго продолжались, ну, вот некоторые фасадные реформы, существовала эхо Москвы и так далее, как раз заключались в том, что, ну, Путин считал, что у него есть все шансы, такой, какой он есть, договориться с Западом. Вот после 2014 года на него снизошло. Вот в этом смысле 2014 год был водораздел, потому что даже после 2008 года, обратим внимание, что сделал Обама, он объявил перезагрузку. Это была фантастическая история, когда Путин напал на Грузию, война, как я уже сказала, продолжалась пять дней, и вдруг президент Обама приходит к власти, говорит, мы тут перезагружаем отношения с Россией, если учесть, что во время российско-грузинской войны пропаганда гласила, что нет никакой Грузии, а на самом деле это вот НАТО ей вертело, на самом деле это США напали. И тут приходит Обама и такой говорит, ну, мы перезагружаем, мы тут что-то не доработали, то есть в рамках той картины мира, в которой живет Путин, президент Обама соглашается с ним, что да, конечно, это Америка виновата, это она вот Грузию науськала на что-то там. И российские войска остаются, я не знаю, в поле зрения от Тбилиси при этом, при перезагрузке этой, правда ведь? Нет, ну, слушайте, мы же сейчас, мы, может быть, когда договорим о Стамбуле, будем об этом говорить, но такое дело победителя не судят, это хотите или нет. Так вот, и, соответственно, Путин вот эти вот первые несколько лет, он был уверен, что это ему удастся. А потом, с одной стороны, он, во-первых, увидел, что от него нос воротят, ну, по каким причинам он не задумывался, не смотрел на себя и думал, может, что-то немножко не то. Раз они нос от меня воротят, значит, они меня не любят, значит, Бетербергский клуб там что-то решил, и надо сказать, что некоторые вещи я действительно, вот я задумалась, когда он сказал в интервью Текеру Карлсуну, что он хотел в НАТО, Клинтон ему отказал, но не Клинтон, а аппарат президента Клинтона ему отказал, а потом Путин слышит, как Грузию и Украину принимают в НАТО. Но согласитесь, вот действительно, если поставить себя на место Путина, тут как-то так это, думаешь, как, я же тоже просился. В конце концов, да, может быть, я такой сихой, невозный, сухой, но в НАТО есть куча разных стран, которые тоже не блящут в качестве образцов демократии, например, та же самая Турция. Так вот, и, соответственно, когда он понял, что это у него не выходит, он постепенно, с одной стороны, он понял, что это у него не выходит, а с другой стороны, он понял, что Запад вовсе не так силен, как ему предполагалось. Потому что, конечно, его представление о Западе, условно говоря, в 2000 году было сформировано, операцией 91-го года, было сформировано буря в пустыне, было сформировано, в конце концов, вторжением в Ирак в 2003 году, особенно буря в пустыне и особенно Югославии, потому что какая тогда была парадигма на Западе, какая тогда была парадигма, вот Советский Союз развалился, теперь диктаторы не имеют права вести захватнические войны, а если они ведут захватнические войны, они быстро получают кулаком по одному месту. Вот Саддам Хусейн влез в Кувейт, и Саддам Хусейн из Кувейта вылетел как пробка. И, соответственно, мы видим, что, например, в этой войне этого не происходит. И в 2008 году этого не произошло. Диктатор начал вести войну, которая была войной агрессивной, в 2008 году. Обама сказал, давайте мы тут это самое, запустим перезагрузку. И вот то время, которое произошло с 1991 года по 2008, сколько? 17 лет. И на это время на Западе много чего возникло. Возникла критическая расовая теория, хотя она еще не расцвела, к 2008 году возникли движения, возникла борьба с глобальным потеплением, возникло много чего, что сейчас цветет пышным цветом, и с чем Запад предпочитает бороться, потому что это гораздо легче, чем бороться с диктаторами. А бороться с чем-то надо, показать, какие мы крутые. Так вот, и Путин, с одной стороны, увидел, что его не берут на Запад, а с другой стороны, увидел, что у него открывается окно возможностей, которое в 2000 году, ну просто никто не думал, что оно существует. Никто не думал, что возможно в наше время вести захватническую войну и не получить серьезно по мозгам так, что просто потом костей не соберешь. И третья вещь, которая у него произошла, она заключалась, конечно, в том, что он с самого начала рассматривал, вот надо верить, то, что он говорит интервью Такеру Карлсу, когда он говорит, что Украина – это историческая часть России, он так думает. И все доводы о том, что там парень, типа, ну как-то 30 лет прошло, было да сплыло, и вообще, ну, малый, кто, чего, малый, что было, вот есть исторически признанные границы. Если начать их нарушать, то можно очень до многого договориться. Все эти доводы на него действуют, в том числе, обратите внимание, потому что эти доводы очень часто сейчас перестают действовать на Западе. И, в принципе, я совершенно не понимаю, чем доводы Путина, например, отличаются от доводов вот этой вот публики, которая кричит Free Palestine, которая рассказывает, что, знаете, в 1948 году, представляете, арабам не удалось уничтожить государство Израиль, поэтому они имеют право это делать сейчас. Это вот такая их исторический клейм. Или я, опять же, совершенно не понимаю, чем отличается от то, что рассказывает Путин, от критической расовой теории, весьма уважаемой. Когда люди совершенно серьезно говорят, вы знаете, 200 лет назад в Америке было рабство, поэтому каждый белый по жизни расист и должен каждому черному. Вот согласитесь, это абсолютно... Путин, кстати, говорит, что он правый. А на самом деле вот все эти рассуждения, которые он приводит, это абсолютно, строго говоря, калькас было. Нас обидели, нам должны. Так вот, помимо того, что вот он это приводит, обратите внимание, что у него, конечно, с самого начала было представление, я думаю, что достаточно давно. Очень точно Андрей Лоренов, вы можете его об этом спросить, рассказывал, вот в частности, мне, он публично об этом рассказывал, как Путин очень давно считал, что Киев мать городов русских, там, конечно, без нее какая Россия, империя, и была группа людей, которые пытались ему рассказать, что Новгород еще древнее Киева, как мы видим, их слова были услышаны и нашли отражение в речи Такера, которая была произнесена перед Такера Карлсоном, там было специально отмечено, что это из Новгорода в Киев приехали, не наоборот. Так вот, тогда эта группа людей вывезла Путина куда-то на ладугу, как я понимаю, и показала там вот развалины древнего городища, к которому когда-то приплыли викингские ладьи. Путин вышел на берег, посмотрел раскопки, ну, понимаете, как выглядят археологические раскопки в этом месте. Два каких-то шурфа и изба неопрятная. И сказал, да, это не Киев. Вот я думаю, что вот этот момент, вот это у него в голове засело с того момента, да, это не Киев. Но, что очень важно, что Путин же все это пытался сделать достаточно мирными способами. И, например, да, он совершенно был уверен в 2004 году, что победит Янукович. И когда Янукович не победил, он это совершенно искренне, поскольку он пытался объяснить себе, что произошло, то он, во-первых, услышал объяснение Медведчука, дайте нам побольше денег, и мы все сделаем, потому что вас тут ждут. А с другой стороны, он услышал, он услышал объяснение своих силовиков, которые, я думаю, на это потратили довольно много денег. А что могут силовики объяснить? Они могут объяснить, что США потратили еще больше. Вот тогда у него это щелкнуло, что нет никакого Майдана, а вот есть США, которые пытаются оторвать Украину от России. Юля, а позвольте я на секундочку вас здесь остановлю и напомню еще одну интересную историю, когда ведь Путин несколько раз поздравлял Януковича с победой, хотя уже здесь вовсю шел Майдан. И вот это был интересный нюанс, когда тут Майдан и все говорят, что нет, а Путин продолжал поздравлять. Это был интересный такой нюанс. Я просто думаю, воспринимал ли он тогда это как личное оскорбление, что он так старался, а его не поняли здесь в Украине. Вот как-то интересный такой нюанс. Ну вот я ровно об этом и говорю, что пытаясь объяснить, что произошло в 2004 году, мы все как-то, если честно, я, конечно, тогда это недооценивала, потому что мне казалось, что это какие-то объяснения Суркова, который пытается настричь бабла на борьбе с оранжевыми революциями, а это действительно была абсолютно ключевая деталь в мировоззрении Путина. И вместо того, чтобы задать вопрос себе, ну вот по итогам его интервью к тому же Карлсону, ведь есть очень интересный вопрос. Парень, ты говоришь, и там, как мы не корячимся, это часть прав, да, ты говоришь, что эти две страны, эти две территории, Россия и Украина, связаны гигантским количеством связей, что треть родственников имеет родственников там или так далее. Мы можем там привести массу примеров дополнительных. Мы можем назвать сейчас генерала Сырского, который родился во Владимире, который является командующим украинскими силами. И можем наоборот назвать генерала Владимира Алексеева, который, ну, собственно, был главным, как я понимаю, в ГРУ по операциям в Украине и который уроженец, если я не ошибаюсь, в Виннице, то есть он украинец. Он действительно физический украинец. Ходили слухи, что украинцем был Уткин, но совершенно точно украинцем, например, является человек, который отвечал за бомбардировки Мариуполя. Если я не ошибаюсь, его звали Атрощенко. Это командир вот этого бомбардировочного полка. И украинцем является, к моему удивлению, я это выяснила совсем недавно, это написал мой друг Андрей Волна в своем посте в Фейсбуке, главный хирург-травматолог российской армии. Андрей Волна, напоминаю, это российский хирург, который с началом войны уехал из России, и он ценой больших усилий добился того, что он приехал в Киев, и сейчас он оперирует там украинских солдат. То есть, вот один человек уехал из Украины и руководит травматологией в российской армии, другой человек уехал из России, но он не руководит, но он по мере силы. То есть, да, связи гигантские, я уже не говорю о промышленных связях. И да, если бы история пошла по-другому, то границы обеих территорий могли бы быть совершенно другие. Но она, во-первых, пошла так, как пошла, а во-вторых, самый главный вопрос Путину. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, если вот эти две территории так связаны, то что же такое произошло, что Украина от вас бежит? Ведь не то, что до 2014 года, если я не ошибаюсь, там я просто помнила какие-то опросы общественного мнения, по-моему, они были после 2014 года, что у Путина была популярность в Украине больше 50%. После 2014 года нет, уже тогда перешло на Лукашенко. Да, тогда перешло на Лукашенко. Замечательно. Это ирония, это злая ирония. Какое-то время было, и потом тоже Лукашенко тоже сошел на нет, но тогда же Лукашенко не был нашим врагом таким открытым. Ну, значит, возникает вопрос. Если эти территории так невероятно связаны, то посмотрите, Владимир Владимирович, на себя. Может быть, вы чего-то не то делаете. Может быть, если бы вы в России строили процветающее общество, это же подчеркивает слово процветающее, заметьте, я не говорю демократическое. Китай процветает, не является демократической страной. Вот просто вы бы в России строили то, что называется экономик пауэхаус, как Китай. Если бы вы при этом не рвали связи с Западом, так что вот, ну, то есть, как я уже сказала, он с одной стороны пытался Западу внедриться под кожу, но с другой стороны он это делал очень часто на уровне как бы высших политиков. А было видно, что там потрескивает. Было видно, что Россия, которую Петр сделал западной державой и которая даже при Советском Союзе ну, им придерживалась варианта западной идеологии, причем именно на Западе родившейся. Было видно, что при Путине Россия начинает стремительно проваливаться куда-то в Средневековье и от Запада отходить. Вот представим себе, что Россия оставалась бы связана массой экономических узлов с Западом, что Россия продолжала бы очень сильно сотрудничать с Западом и одновременно у нее была гигантская процветающая экономика. Ну, извините, но Украина бы никуда не побежала, потому что ей не было куда бежать, потому что даже если бежать на Запад, то как бы Россия это тоже и есть Запад. То есть экономика очень много решает. представление о том, насколько, ну, где выгоднее очень много решает. Но когда Путин ведет себя так, как он ведет, да еще после 2014 года, и он удивляется, почему Украина хочет от него уйти, и вместо того, чтобы задать себе вопрос, а почему я что-то не то делаю, он задает себе этот вопрос, вернее, что случилось, и отвечает, но это же кровавая ЦРО. И у меня вопрос, вот помните, когда Трамп выиграл выборы, и американские левые описали, что этот, дескать, Путин написал три с половиной поста в Фейсбуке, заказал, и вмешался в американские выборы, и выбрал Трампа. Это все звучало совершенно дико, потому что есть огромная американская машина, которая, выборная, которая стоит миллиарды долларов, и на Хилари Клинтон тогда работали все крупнейшие вас медиа, и когда нам говорят, что там Путин или там кому-то он это поручил, он, насколько я понимаю, поручил это пригожно, но мы еще можем представить, сколько денег по дороге утекло, и вот эти там, хорошо, не 30 тысяч постов в Фейсбуке решили исход выборов. Это очень смешно. Так вот, Путин, я обращаю ваше внимание, что он то же самое рассказывал себе про деятельность ЦРУ. Вот есть Россия и Украина, которые связаны вместе тысячелетней историей, вот есть родственные связи, вот есть человеческие связи, вот есть хозяйственные связи. Я еще забыла один прекрасный пример привести, и я совершенно была потрясена, когда я узнала, что самая популярная среди молодежи российская певица, сейчас ее зовут Анастя, что она, во-первых, украинка и родом из Украины, но она еще карьеру свою сольную начала в 22-м году, то есть буквально это случилось после войны. А вот вместо того, чтобы ответить на вопрос правильный и посмотреть на себя, Путин сказал, ну как же этот ЦРУ, и у меня вопрос, как? Неужели ЦРУ такое могущественное, что это оно может разорвать две страны, которые, по словам Путина, вот так неразрывно связаны? Может быть, это Путину в зеркало надо посмотреть? Юлия, когда в 14-м году все это случилось, у вас было ощущение, что будет продолжение или нет, или тогда по-другому воспринималось? Да, у меня было ощущение, что будет продолжение, и, собственно, вот была сначала Грузия, потом Украина, и в ответ на вопрос а что будет дальше, у меня было ощущение, что будет вторая серия Украины. Хотя, конечно, понятно, еще раз повторяю, Путин оппортунист, если бы ему удалось подписать Минские соглашения, то вряд ли бы он начал войну, то есть непосредственной причиной войны, я думаю, что он совершенно тут не лукавит, то, что Украина, то, что были сначала подписаны Минские соглашения, а потом они были не выполнены. И потом, понимаете, вот когда это случилось, ну, во-первых, его, конечно, очень вдохновил Крым, который действительно пал без выстрела, и он же с самого начала, вернее, скажем так, давайте же, началось же все-таки не с Крыма, а началось все, насколько я понимаю, ну, то есть, и, по крайней мере, это происходило параллельно. Когда Янукович убежал, он убежал в Харьков, и они там сели вместе за столом и стали говорить, что давайте мы сейчас про, значит, юго-восточную Украину провозгласим отдельным государством, вот будет такая в Анде. Как я слышала, там один из присутствующих, там дошел вопрос до того, как назову государство, один из присутствующих говорит, давайте Китаем назовем. Все такие вокруг, как Китай, один в Китае уже есть, но, говорит наш герой, который предложил, будь другой. Что, плохо? Два Китая. Ну, всем было понятно, что он издевается, и всем было понятно, что они какое-то не такое дело затеяли, но обратите внимание, что, конечно, это был идеальный для Путина вариант, и все действительно могло именно так произойти, просто то ли Янукович, то ли яиц не хватило, то ли еще чего-то. И, собственно, этого Путин Януковичу не может простить, потому что у него был замечательный кейс, вот тут они что-то подписали, вот тут есть какой-то майдан, причем, заметьте, что они подписали эту бумажку с Януковичем с учета, с согласия европейских властей. И для меня это тоже очень сильный вот такой показатель, потому что, ну, как я себе представляю, как думает Путин? Может быть, я заблуждаюсь, но смотрите, что произошло. Путин все время сидит на измене, Путин все время думает, что против него кто-то работает и его специально подставляет. И, конечно, он воспринял эту ситуацию, когда европейцы подписали бумагу, если я не ошибаюсь, о том, что вот выборы переносятся тогда-то, тогда-то. Мы о Майдане сейчас говорим, да? О Майдане, когда мы говорим на Майдане. вот эта вот февральская бумага, она была подписана как раз, я не помню, то ли 19-го, то ли вот около этого времени она как раз и была подписана о том, что Янукович остается, все расходятся и будут какие-то досрочные выборы или еще что-то в том роде. И вот подписали представители Евросоюза и подписали какие-то путинские эмиссары и Путин решил, что все закончено, а только Майдан забыли спросить. Майдан же ничего не подписывал. И вот буквально через день или полтора дня после подписания этой бумаги опять же люди, которые сидят на банковой, они в 3 часа дня вот просто человек мне рассказывал, который с ним это произошло, он перегибается через окно и видит, что ОМОН, я не знаю, это был ОМОН или Киевский СОБР, вот что это было, как это называется, в общем, которые стоят там во дворе, они уходят. Этот человек все понимает, он садится в машину и едет, бежит из Киева, у него с собой не было, извините, ни ложки, ни чашки, и его преследовали по дороге, а там, ну, просто поскольку были одновременно пробки и час пик, они, значит, сумели как-то отпетлять, куда-то заехать, потом, значит, убежать. Вот это ОМОН ушел и мгновенно все переменилось. И для Путина это был, ну, какой-то такой вот, как это Путин интерпретировал? Конечно, как измену, как то, что, значит, его-то Запад кинул, вот эти чиновники подписали, а на самом деле они заставили его расслабиться, а на самом деле после этого их агенты зашли и вот все это устроили. Он не представляет себе вот этих вот тонких механизмов, потому что я, например, действительно до сих пор не понимаю, почему ОМОН ушел. Он, скорее всего, ушел, потому что, ну, вот они что-то почувствовали в воздухе такое разлитое. И, конечно, значит, а почему европейцы подписали? Это же тоже очень важно. Потому что есть европейские чиновники, которые тоже ничего не умеют. Вот у Путина правят силовики. Они не умеют управлять государством, они не умеют делать бизнес, они умеют ликвидировать врагов, если врагов нет, они их придумают. Собственно, вот они и Путину и рассказали, что это Запад против него, против Путина. А то он такой хороший. Соответственно, европейские чиновники тоже не умеют на самом деле ничего делать, кроме как подписывать бумажки. Но вот им хотелось как-то поучаствовать в процессе. Они же не могут поучаствовать в процессе, я не знаю, они же не могут подписать соглашение с Майданом. Поэтому они подписывали соглашение с кем есть, то есть с Путиным и с Януковичем. А Майдан они забыли спросить, ну как-то так вот люди там так не договаривались. И для Путина это было, конечно, ощущение, что вот его кинули и развели. Вот. И, собственно, я думаю, что вот он этим, во-первых, этим руководствовался ощущением, а вторым он руководствовался тем, что вот этой обидой на Януковича, это как же, значит, все было хорошо, уже должны были Украину поделить, как там, чуть ли не по Харькову. И тут этот в кусты, и именно поэтому Янукович в России, как мы видим, его там только что не в предбаннике держатся, то есть никакой у него счастливой судьбы нет. Путин его чрезвычайно презирает. Вот. И после этого Путин поторопился ухватить тот кусок, который плохо лежал, и одновременно к нему пришли вот все вот эти вот ходатайцы со словами давай вот сделаем Новороссию. И тогда же были большие планы, тогда Совет Федерации принял решение о возможности отправки российских войск за рубеж, чего они потом отрицали, что происходит, хотя понятно, что Дебальцево, Иловайск и так далее это российские войска. И, конечно, они имели виды и на Харьков, и на Днепр, и на Одессу тем более. Но вот получилось у них только в Донецке. Я сильно подозреваю в первую очередь потому, что что было самое главное в Донецке и в Луганске. Янукович же из Донецка и менты, которые стреляли в Майдан, были из Донецка. И, соответственно, когда они вернулись на родину после, по итогам всей этой истории, они поняли, что сейчас Майдан приедет за ними. И они решили себе сделать, кстати говоря, насколько я понимаю, эти менты, вот я же тогда была в Донецке несколько дней, меня абсолютно поразило, что-то, что-то такое, такого не бывает, где государство? Какие-то странные персонажи, маргинальные, которых явно можно выбить одним взводом солдат, сидят в здании администрации, напоминают мелких уголовников, мыслительная деятельность у них слабая, а государства нет вообще. Ну, понятно, потому что государство это силовой аппарат, и силовой аппарат это эти самые люди, которые стреляли в Майдан, и сейчас думают, что с ними будет, если Майдан сюда приедет. И сначала они хотели создать, как я понимаю, почву для переговоров. И более того, я думаю, что Ринат Ахметов в этот момент, ну, он же считал, что Донецк его, что вот он все разрулит, что он поторгуется, что он, насколько я понимаю, был даже момент, когда Ринат Ахметов зашел вот к этим ребятам, говорит, ну, я все договорился с Киевом, уходите. Потому что он думал, что они его слушаются. Они ему говорят, а мы уже с другими. Мы с другими договорились. Вот. И, собственно, да, после этого было ясно, что Путин отхватил такой маленький кусок того, что он считал своим, что продолжение, скорее всего, вполне будет. Вы очень хорошо сказали и вспомнили время, когда диктаторам, когда они нападали на другие страны, ну, никто этого не прощал. В какой момент это стало прощаться и была ли какая-то такая переломная, с вашей точки зрения, ну, не знаю, вехом, момент какой-то такой. Почему вдруг это стало возможно? Когда вдруг Путин почувствовал и такие, как Путин, что почему нет? Ну, во-первых, это был, надо сказать, очень короткий момент в истории человечества. Все-таки мы должны сказать, что, ну, как-то большую часть тысячелетней своей истории человечества не заморачивалось насчет того, что там кто-то ведет агрессивную войну, и, в общем, если мы почитаем, там, знаете, представим себе, мы какое там, кто такие ахейцы, которые напали на Трою? Ну, это вот такие греческие ватники, типа, наша плохо лежала, и как-то никто про Александра Македонского или про Саргона или про Кира не говорил, ребята, а куда вы полезли? Это, типа, не ваше здесь. И мы как-то не помним, чтобы, я не знаю, римский плебс протестовал против того, что тут Гай Юлий Цезарь собирается вести какую-то захватническую войну в Галлии. Так вот, да, я просто вот маленький пример приведу, который всем просто будет понятен. Знаете, Конан Дуэль, приключения Шерлок Холмса. Есть доктор Ватсон. Доктор Ватсон где служил? Я, кстати, уже забыла, где он служил. Я только помню, что он был ранен. В Афганистане. Он вернулся раненый из Афганистана. Точно, да. Вопрос, а что забыл доктор Ватсон в Афганистане? А представляете, вот это было написано сравнительно недавно во времена Редерда Киплинга. Ну, вы можете строго говоря, Ватсон получается такой английский ватник, а Холмс даже там его не парафенит, не говорит. Так, парень, ты что забыла, в Афганистане? Зачем Англия ведет захватническую войну? Ну, это было совершенно нормально, и это было совершенно нормально, ну, знаете, как минимум до конца Первой мировой войны. я тоже задумывалась, когда вот, когда вот человечество щелкнуло. И мне кажется, что очень сильно изменилась ситуация после Первой мировой войны, когда просто цивилизованное человечество посмотрело, сколько миллионов тропов осталось, и сказал, да, давайте лучше мы так не будем делать. Ну, так не получилось, потому что произошла Вторая мировая война, после нее щелкнуло снова. и на самом деле единственное время, когда человечество действительно не вело захватнических войн, и за это диктаторам сильно попадало, это, как я уже сказала, было после распада Советского Союза, и продолжалось это буквально несколько лет, потому что и это было ровно до того момента, пока вот Запад еще чувствовал себя сильным, и, собственно, это кончилось, конечно, с Ираком и Афганистаном, потому что Соединенные Штаты вели абсолютно две бессмысленные с точки зрения стратегии военной в Ираке и в Афганистане, о чем они сами говорят, тоже и признают это многократно, да, да, потому что тут я скажу еще одну абсолютно непорядкорректную вещь, что война для того, чтобы успешной, должна быть колониальной, вот когда Запад захватывал колонии и действительно там начинал регулировать жизнь, как правило, он не извлекал из этого больших прибылей, как правило, большинство, абсолютное большинство колоний было убыточно, но, как мы знаем, в тех колониях, которыми Запад правил достаточно долго, например, в Индии, образовывалась в результате нормальная социальная система, и они дальше шли по весьма успешному пути развития. Так вот, после того, как колониальная система рухнула, и после того, как, ну, слушайте, несмотря на то, что там все время какие-то странные люди объясняли, что американцы влезли в Ирак, потому что там нефть, в том-то и дело, ужас заключается в том, что они влезли в Ирак не потому что там нефть. И если вы не ведете колониальную войну, в результате которой вы получаете эту землю для поселения и для заселения и для регулирования, то нафига вы ее ведете, ее в принципе выиграть нельзя. Вы только создаете внутри этой территории гигантское количество людей, гигантское количество структур, которые вас ненавидят и которые там за счет этого социально поднимаются со словами, ах, тут эти негодяи пришли внедрять свои нехорошие обычаи неверных. А мы тут такие высокодуховные. И поэтому быстро потом происходит откат, как в Афганистане, например, об этом вы сейчас говорите. Это тоже в том числе. Да, вот собственно получается, что, кстати, ведь одна из вещей, по которым Америка так сдержанно ведет себя в этой войне и по которой, как теперь выясняется, еще до этой войны действительно Уильям Беррус, директор ЦРУ, просто договаривался с Путиным, летал и договаривался о том, что вот не будет перенесена эта война никаким образом на территорию России в обмен на обещание Путина никоим образом не выходить за пределы Украины. Так вот, одна из причин, конечно, была история в Ираке, потому что, сейчас, одну секунду, история в Ираке, потому что, ну, Саддам Хусейн был, мягко говоря, не подарок, он был кровавый диктатор, Кордов травил газом и так далее, и так далее. то, знаете, у меня есть приятельница, дочка иракского коммуниста, которые, они бежали от Саддама, но они при Саддаме ходили в коротких юг, и они при Саддаме учились в университетах, если коммунистами не были. А сейчас она, ну, понятно, где короткая юг, а сейчас и где Ирак, и что осталось от страны, и какая там ситуация, и она мне рассказывает, но так, matter of fact, что, ну, какая-то дама, какая-то девушка поступала в университет, и ей поставили двойку местную и не приняли. И в результате семья, оскорбленная этим, заказала убийство того профессора, которого поставили двойку, который поставил двойку. И, соответственно, вот каким-то местным игиловцам они этого профессора расчленили, голову отрезали. Слушайте, в стране тебе происходят такие вещи, даже не на уровне государства, и даже не на уровне террористических организаций. Завершая мой спич, ну, как бы вот тяжело в такой стране что-нибудь построить, и, конечно, американцы памятую историю с Ираком, где они хотели как лучше, а у них получилось как всегда. Вот одна из их кошмаров, что Россия, ядерная держава, распадется, и там начнется как в Ираке. Вот у Запада всегда этот кошмар, что Россия распадется, вначале Советский Союз распадется, потом Россия распадется, и такое создается впечатление, что всегда есть какой-то последний аргумент, там или ядерное оружие, или что Россия распадется у Путина. И в этом смысле вот то, что Ройтерс написал, что Путин через своих посредников предлагал переговоры, и что даже встречались эти посредники, якобы переговоров отказались, и дальше пошел Руссия, этот известный британский, королевский объединенный институт оборонных стратегий, который написал какую же стратегию до 26-го года видит Россия. И там тоже одна из вариантов это переговоры. Ну, конечно, на российских условиях с их такими достаточно наглыми требованиями. И вот вопрос, что называется здесь и сейчас, хочет ли Россия с вашей точки зрения переговоров, насколько они сейчас важны. Потому что, если послушать, что там Путин, как он распушивал свой хвост перед Карлсоном, когда рассказывал там о многих вещах, да, и как он вот недавно российскому корреспонденту рассказывал, что, ну, ничего вот говорят там Байден в возрасте. Вообще там Байден нам это и хорошо, и вообще ничего, он не в возрасте, мы все бьемся где-то о притолку головой, брости в меня камень, если кто-то с кем-то это не случалось. Вдруг он стал так распушивать перья и создается такое впечатление, что что-то он хочет. Или ему что-то пообещали, не знаю, какое у вас ощущение. Может, это у меня как-то А вы знаете, мне стыдно, я не видела, что Рейтерс писал о переговорах, это имеется в виду переговоры какого времени. Так, 13 февраля агентство Рейтерс рассказало, что Владимир Путин через посредников посылал сигналы США, сообщая, что готов рассмотреть вопрос прекращения огня в Украине с условием, что российские войска останутся на занятых ними украинских территориях. В Вашингтоне, как пишет Рейтерс, с ссылкой на три российских источника с знакомым с ходом обсуждений, эти предложения отвергли, не желая вести переговоры в обход Киева. В качестве посредника по данным Рейтерс иступали в частности арабские партнеры Москвы на Ближнем Востоке. Ну вот про это я ничего не знаю. Насколько я понимаю, что там один из посредников, в частности, Роман Абрамович, но опять же я так понимаю, что сейчас это все абсолютно написано, ну не то, что вилами на воде. У США очень хорошая позиция. Типа я не я, корова не моя, договариваться надо с Киевом, Киев не хочет договариваться. Ну, в общем-то, я думаю, что Соединенные Штаты, будем откровенно честны, позиция, ситуация, в которой две стороны перемалывают друг друга, вполне устраивает. Ну, если вы смотрите на сторону американцев, а что им плохо, что ли? Они, конечно, опасаются Россию, потому что там, особенно Россия во главе с Путиным, совершенно непонятно, к чему это может привести. Они, конечно, боятся, что если Путин будет загнан в угол, он применит ядерное оружие. Они также не хотят брать Украину в НАТО и вообще считают, что, видимо, в стране происходят некоторые процессы, которые достаточно опасны. И в этой ситуации, если обе стороны тратят друг друга, американцам остается только пожелать им обоим удачи и попросить чашечку кофе. Все с очень хорошими словами, типа, ребята, мы не вмешиваемся во внутренние дела. Ну, с другой стороны, есть то, чего бы, может быть, может быть, американцам хотелось бы, и то, чего они не могут себе позволить. А вот с вашей точки зрения, чего они не могут себе позволить? Наверное, они могут позволить себе проиграть в Украине, тем более после Афганистана. В этом смысле это, наверное, несколько выводит всю эту историю на какой-то другой уровень. Ну, нет, извините, Америка, я не думаю, что Украина сейчас. Обратите внимание, что происходит. Мы тоже немножечко начинаем разговор с конца, но если уж мы его начинаем разговор с конца, обратите внимание, самое неприятное для этой войны вещь, которая происходит в Америке. Эта война, поддержка Украины перестала быть то, что называется бепатизом, когда обе стороны поддерживали Украину, когда на этом зарабатывали стороны политические очки, и любой там сенатор, не важно, он демократ или республиканец, если он не поддерживал Украину, он просто эти очки терял и мог выборы не выиграть. Соответственно, сейчас есть значительное количество республиканцев, в основном, конечно, там главный заводила Трамп, который просто Украину откровенно не поддерживают, начинают там рассказывать, что это. И самое главное, другое, самое главное, что украинский вопрос и вот этот вот Бел, он превратился в инструмент внутрипартийный, вернее, в инструмент межпартийной политической борьбы, при котором Трампу настолько важно унизить Байдена, что он будет, ну, то есть он открыто призывает в Конгрессе голосовать против этого документа, поэтому, ну, как бы есть серьезное сомнение, что он пройдет. И для Трампа это гораздо важнее, унизить Байдена и посадить его в лужу, это с одной стороны, и понятно, что это может происходить только в той ситуации, когда вопрос о войне в Украине перестал быть главным. А главными становятся другие вопросы. А и с другой стороны, обратите внимание, что Байден, когда он делает вид, что у него вот нет никаких других способов поддержать в Украину, как этот Биль, но это же абсолютно смешно, потому что у действующего президента США есть десятки способов это сделать, и вот почему украинские войска сейчас будут, я не знаю, когда выйдет это интервью, но они вот просто на наших глазах покидают Авдеевку, если, конечно, смогут это сделать, потому что там просто нет снарядов, там просто украинских войск нет снарядов, потому что последнее, что поставила, это была Германия аж тысячу снарядов, а Россия как фигачила свои 5-7 тысяч снарядов в день, так и фигачит. Соответственно, Украина просто близко не может этому отвечать. НЗ кончился, второй НЗ кончился, вот так, супер НЗ кончился и так далее. И понятно, что, ну, это та ситуация, которую Байден мог бы изменить. Вот Иларионов говорил, что у него есть нерастраченных 4,2 миллиарда долларов из Presidential Drawdown Authority, но понятно, что американский президент имеет способ на это повлиять, но Байдену гораздо важнее показать американскому избирателю, что вот какие плохие трамписты, они не поддерживают Украину. То есть это стало не вопросом поддержки Украины, а стало вопросом внутренних тряск, и это уже само по себе является показателем. Юлия, знаете, вот есть тоже такое понимание, что вот Украина выходит, сходит с первых полос американских газет и становится уже не такой важной для Америки, но у меня почему-то другое, если честно, впечатление, и мне наоборот кажется, что Украина, она все время как бы подогревается, тема Украины, это как такая одна из ключевых тем, которая позволяет ее перебрасывать от одного к другому президенту, кандидату в президенты в том числе. Вот что меня поразило сегодня, очень интересно, написал New York Times, цитата, выступая 14 февраля на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, Трамп заявил, что при президентстве Байдена Путин получит все, что захочет, включая Украину в подарок. И Трамп заявил, что сделает для защиты Украины больше, чем сделал Байден. Вот такую цитату неожиданно опубликовал New York Times. И в этом смысле я так что-то подумала, может быть, они просто решили теперь от того, кто не проголосует за помощь Украины, перейти к тому, кто больше поможет? Какая-то такая у меня мысль сегодня посетил. Не, ну, слушайте, просто Трамп говорит все, чтобы Байден выглядел плохо. Но он, в общем-то, действительно, как сказать, трудно сделать меньше, чем то, что сделал Байден. Потому что, когда мы знаем теперь, что накануне, накануне войны, я уже упоминала об этом визите Бернса и о том, что все было договорено заранее, вот посмотрите на книгу Фойера, которая недавно вышла, она, кажется, называется The Last Politician. Она такая книга придворного описателя о том, значит, какой хороший президент Байден. Она рассказывает о нескольких встречах Байдена и Зеленского накануне войны. И она устроена так, что она Зеленского ругает, на чем свет стоит, и рассказывает, какой он, в общем, нехороший, какой он неправильно себя умеет вести, и рассказывает несколько историй, которые, ну, может быть, действительно не очень корректные со стороны Зеленского, но еще интересно, вот самое интересное, что они рассказаны, потому что вообще, если посмотреть, что пишет Аркин, опять же, о Зеленском, что пишут представители именно демократического истеблишмента, какие они сейчас пишут большие статьи о том, что Украина делает не то и не так. Соответственно, они таких статей о Путине не пишут. И вот в книге Фойера там, в частности, что рассказано несколько вещей все еще перед войной. Значит, во-первых, там рассказано, это, конечно, кстати, очень серьезная претензия, что американцы рассказывали Зеленскому, как будет происходить нападение, что они все боролицы с цифрами в руках, это было не просто то, что они не сливали в прессу, а это были презентации, после которых Зеленский говорил, ничего, ничего не будет и не готовился. Это действительно очень серьезная претензия, потому что, ну, в частности, понятно, что, скажем, та же самая российская армия вряд ли могла бы пройти через Перекопский перешег, если бы он был укреплен большим количеством минных полей. А эти минные поля еще при Порошенко были сняты в рамках, значит, развития добрососедства и так далее, и заложный не мог сам перекопать все это обратно, потому что будет война, вот политическое руководство и так не считает, но мы считаем, и поэтому, значит, все перекопаем. Это серьезная претензия. Дальше там идут какие-то странные истории, например, что президент Зеленский просился у Байдена принять его в НАТО, и, кстати говоря, если бы Украину приняли в НАТО, то понятно, что после этого никакой войны бы не было. Байден сказал, что это невозможно, и тогда Зеленский стал рассказывать, что типа это ваше НАТО сейчас сдохнет. И вот этот неожиданный переход очень Байдена возмутил. Или была история, когда Байден собрал большую пресс-конференцию, чтобы предупредить Путина, чтобы тот не нападал на Украину, но поскольку Байден, как мы видим, находится в тоже не совсем адекватном состоянии, то он вместо того, чтобы сказать, что нападать нельзя, сказал, что наш ответ будет зависеть от того, насколько большой будет агрессия. После чего президент Зеленский немедленно разразился твитом, что вот не бывает маленьких агрессий, не бывает маленьких стран, это я говорю как президент великой страны. Я сейчас могу чуть-чуть перепутать, но приблизительно так это звучало. И это Байдена привело в какую-то совершеннейшую ярость, потому что он считал, что человек, который вот так нуждается в помощи США и человек, который, ну, Байден-то созывал, то есть даже Фойер дает понять, что Байден созывал эту пресс-конференцию, чтобы помочь Украине, но поскольку у него язык так повернулся, то получилось хуже. И вместо того, чтобы, значит, все в другую сторону поглядели, этого не заметили, президент Зеленский еще это дело и размазал. Ну и вот таких там массовых вещей приводится, но суть одна, что типа вот Украина не такая, вот у нее еще президент не такой и все это, конечно, ну, очень показательно, что все эти истории печатаются в большом количестве. Сейчас? Сейчас. Сейчас, да. Почему? Два года назад, два года назад президент Зеленский был новый Черчилль, все его на руках носили, вот все то же самое, за что его тогда на руках носили, где-то год назад его за это начали ругать. Из чего ясно, что дело все-таки не совсем в одном Зеленском. Но в любом случае, понимаете, можно я скажу очень ужасную вещь? Вот у этой войны было несколько, было несколько фаз. Можем по ним пройтись, можем не пройтись. Вот эта третья фаза заключается в том, что обе стороны перемалывают друг друга, как говорит экскомандующий заложенный. Это стратегический тупик, из которого реально нет выхода, пока не произойдут какие-то масштабные технологические изменения или еще что-то. И, соответственно, Путина это в достаточной степени устраивает, потому что, как, во-первых, его войска хоть медленно, но и продвигаются, и у него всегда остается какая-то вероятность, может себе думать, здесь фронт упадет или еще что-нибудь. Он отгрызает маленький кусочек за кусочком, и остаток Украины, который есть, из него же все время бежит население, а бегут люди, и чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше вероятность, что они останутся в Европе. И, соответственно, Украина, значение Украины будет гораздо меньше. Вот в той ситуации, когда Америка и Европа дают достаточно денег, ну, сейчас они вообще мало чего дают, но достаточно вооружения, чтобы обороняться от российской армии, и говорят, не там, ну, мир, военные переговоры, да, это там, все-все-все к Украине, да, и вроде бы как благородная позиция, а получается, по итогу, что эта война делается вечной и перемалывает обе стороны. Причем без малейшей надежды выигрыша, что с другой, все с другой. Юлия, тогда я тоже задам такой вопрос, вы сказали страшную вещь, я задам вопрос, ну, может быть, он несколько теоретизированный скорее, да, но тем не менее. Вот, считаете ли вы, что Путина, действительно ли вы считаете, что Путина устраивает эту ситуацию, которая складывается, и что она ему дает? По большому счету, если так логически помыслить, то, наверное, ничего. И в этом смысле вопрос, считаете ли вы, что вот эта информация, которая появилась ближайшими днями о том, что Россия готовится дестабилизировать ситуацию в Молдове, может соответствовать истине, и как это может, во что вылиться, не знаю. И второе, то, что слишком много стали говорить и писать о том, что Путин может использовать там Балтийские страны, чтобы открыть второй фронт, и таким образом составить Запад договориться. То есть через Украину не получается, а вот через Балтийские страны сразу шатнуть НАТО, посмотреть на что мы способны, и договориться с Западом о чем-то. Допускаете ли вы, что сейчас могут быть такими событиями? То есть не просто вот такими, как они сейчас выглядят, линейными. А вот именно вот такими. Давайте я, потому что все это спекуляции, гораздо интереснее описывать то, что уже было, чем заниматься спекуляциями, хотя человек устроен так, что ему всегда интереснее гадать о будущем. Первое, я думаю, что... Я думаю, что с одной стороны Путин не возражает зафиксировать убытки и потери, которые у него есть сейчас, но с другой стороны он подготовился, вся экономика России переведена на долгую войну, вся социальная структура России сейчас вот затачена перед репрессией и надвигающийся тоталитаризм, который как раз очень хорошо уживается с долгой войной, а Путин явно считает, что у него хватит денег, у него хватит вооружения для того, чтобы эту долгую войну вести. И в этих условиях, мне кажется, что вот те, то, что он говорит, и то, что он говорил в интервью Такеру Карлсону, это на самом деле был очень совершенно построенный месседж для американцев, типа вот с одной стороны у нас есть исторический клин на земле Украины, а с другой стороны из этого же самого вытекает, что вот все эти страшилки, что нам там типа нужен Техас, весь мир или еще Сириус придачу, они совершенно нерелевантны, нет, ребята, нам нужна только Украина. Так вот, и вот Путин очень хорошо понял, что поскольку руководство Украины не согласно сейчас на переговоры и позицию президента Зеленского мы знаем, она выглядит несколько нереалистичной границей 91-го года репарации и суд над военными преступниками, и пока всего этого нету, президент Зеленский говорит, что в Украине будет не до выборов. Ну, этот велосипед может очень долго ехать, в Украине может быть очень долго не быть выборов, если ждать границ 91-го года. И Путин на этом фоне хочет выглядеть, но видите, я гораздо такой вот, а вот я согласен на переговоры, а вот Зеленскому хочется, чтобы его войска перемалывали в окопах, он при этом будет оставаться президентом. Вот, мне кажется, вот это тот, то, на что Путин напирает в разговорах с западной политикой. Вот, повторюсь, Руссия издала, вот эту стратегию опубликовала, якобы, стратегию России, что Россия хочет воевать до 26-го года и достичь победы в 26-м году. Очень интересно, как это Руссия обозначила эту победу. Ну, если позволите, буквально три фразы. Что в 26-м году Россия будет готова вести переговоры и что же они предлагают. Они считают, что они добьются капитуляции в 26-м году и что хочет Россия в 26-м году получить. Отказ Украины от территории, которая уже находится под контролем России, а также от Харькова, а в некоторых вариантах еще и Одессы. Отказ Украины от отступления в НАТО и установление такой власти в Украине, которая бы возглавляла контролируемое согласованное России фигура. Но, повторюсь, они хотят закончить войну в 26-м году и здесь идет еще большой анализ, почему для России будет опасно воевать уже и невыгодно до 26-го года, потому что даже сейчас она вышла на плато в своем военном производстве. Вот интересно, как вы, вы же со многими очень экспертами говорите, как вы оцениваете вот эту стратегию, которую сейчас активно обсуждают. Смотрите, все эти бумажки мне напомнили, я помню, что когда выловили каких-то российских шпионов, в Соединенных Штатах, то там большие были по этому поводу статьи, восторженные в патриотической прессе. И в одной статье я прочла, вот честно я прочла, что, значит, один из этих шпионов предоставил российскому правительству, значит, ФСБ, график визита американского президента зарубежных на пять лет вперед. Ух ты, ничего себе! На пять лет, обрати внимание, даже не на четыре. Да, вот такой президент уже, да, хотя сказать, другой-то будет. Да, вот, как бы понятно, что график визита американского президента на пять лет вперед не существует. Представить его можно, но иметь отношение никакой к реальности он не будет. То же самое можно сказать относительно всех планов насчет двадцать шестого года. К Виламин на воде писано. Давайте лучше вместо этого возьмем очень простую вещь и посмотрим, как развивались события в течение последних двух лет войны. И ожидал ли кто-то, что они будут так развиваться, и были ли у кого-нибудь такие планы, чтобы они так развивались. Давайте. Потому что, с моей точки зрения, смотрите, было, условно говоря, три фазы войны. А первая продолжалась до апреля, до Стамбула и до того, как российские войска отступили из Киева. И она развивалась более или менее в полном согласии с планами заложного. Потому что, собственно, Валерий Заложный, он составил план обороны Киева, который просто полностью выполнялся от ада я. Это был план генштаба. Главная претензия американцев и более того, главная претензия, вернее, главная претензия офиса президента и главная претензия более того, американцев заключалась в том, что этот план заложный никому не показывал, включая американцев. Ровно поэтому американцы считали, что Киев пойдет в три дня, не потому что они такие вот совсем считать не умели. Это, кстати, к вопросу о планах на будущее, о том, насколько можно предсказывать. А в том числе, потому что они просто не знали плана заложного. А план заложного, в принципе, заключался в том, что растянутые коммуникации российских войск будут атакованы со всех сторон, в том числе силами СССР. И России будут нанесены такого рода потери, которые заставят Путина передумать его стратегию и запросить перемирие. Причем понятно, что даже на достаточно невыгодных Украине условиях. Грубо говоря, ну, цинично, заложный ориентировался на то, что случилось в Грузии. Пять дней войны, Путин достаточно глубоко проник, тут все всполошились, тут Запад закричал, давай, иди назад. Путин был согласен на переговоры, Путин не стал входить в Тбилиси, не стал свергать Саакашвили. Да, и Саакашвили тогда зафиксировал убытки. И для Саакашвили было важно, что Грузия, пусть и потерпев поражение, перейдет к мирной жизни. Да, вот, кстати, на этом он проиграл выборы, что, наверное, было существенным драйвером всей последующей истории. Но самое главное, что вот пять дней войны Путин понял, что дальше проблемы лавинообразно нарастают. Соответственно, план заложного был выполнен на сто процентов, потому что вот было две серии переговоров. Сначала в Минске, где Россия просто требовала капитуляции, и где, насколько я понимаю, просто убили нескольких человек, про которых боялись, что они могут способствовать этой капитуляции, в том числе вот Руслана Киреева. А потом в Стамбуле, где требования России делались все меньше и меньше, и в сущности это был вот такой грузинский вариант, то есть там разные истории ходят про Стамбул, но в общем, в целом и в общем соглашаются с тем, что Россия, хотя я этого не видела в подписанных документах, Россия готова была отступить, Путин был готов отступить к границам 22-го года, да, естественно, границам 24-го февраля, реальным границам, и более того, значит, в ответ от Украины требовалось не вступать в НАТО, сразу скажем, что сейчас вступление Украины в НАТО кажется невероятным, и мне кажется, что, то есть, с учетом того, что мы знаем о политике Байдена, мы знаем, что просто Байден отказывается принимать Украину в НАТО, поэтому это тот пункт, который можно, вне зависимости от того, хочется или не хочется в НАТО, подписывать свободно, потому что он ничего не меняет. И самым большим камнем предклавления было количество войск, которые оставалось в украинской армии, потому что там назывались цифры и 80 тысяч, и 120 тысяч, но вот нижние 80, понятно, что это мало, чего гарантировало Украину, но еще раз повторяю, вот есть ситуация Грузии, которая зафиксировала так свои потери, и, в общем, война после этого в Грузии не продолжалась. Вот план заложного в этой ситуации был выполнен, и вот после этого, мы знаем, происходит Стамбул, и приезжает, ну, нам рассказывают, что дело было в том, что приехал Джонсон и сказал Украине, типа, давайте вы боритесь. И когда я это слышу, у меня, конечно, возникает вопрос, я не знаю, это была личная инициатива Джонсона, она была как-то согласована с американцами, а бумажка какая-то была подписана. Вот вы давайте боритесь, а чем? Я обращаю ваше внимание, что вот после того, как Зеленский, соответственно, отказался продолжать Стамбул, а это действительно реально, что Путин был готов это подписать, другое дело, выгодно это было Украине или нет, это сейчас просто, ну, вот факт, что Путин на тех или иных условиях был готов это подписать. И, соответственно, с одной стороны, визит Бориса Джонсона, с другой стороны, я думаю, что, ну, в общем, понятно, что правительство, которое подписывает такой договор, оно, как и в случае Саакашвили, проигрывает выборы, я не знаю, здесь было это как-то, влияло это или нет. Значит, после этого мы все вступили в воды, вот это был второй, второй этап войны, когда all bets are off, когда никто не знал, чего происходит и, собственно, каковы возможности обоих сторон. Потому что к этому моменту возможности украинской армии были просто исчерпаны. У украинской армии практически ничего не оставалось. Вот все те джавелины, которые у нее были, они были истрачены. С другой стороны, российская армия была, очевидно, не в состоянии наступать теми средствами, которые у нее были. Для этого Путина требовалось очень сильно перестроить российскую армию. И я могу совершенно честно сказать, что вот оценивать этот второй этап войны, я была на тот момент как раз уверена, что Запад даст Украине достаточное оружие, чтобы разбить Россию. И вот мой анализ постфактум совершенно неверный. Я бы сказала так, что вот я оценила неверно, абсолютно неверно, сразу скажу, три вещи. Первое, я оценила абсолютно неверно способность российской армии перестроиться, потому что в начале войны российская армия выглядела вот этим вот таким неповоротливым гигантом, вот чем-то вроде китайской армии времен опиумной войны, которая не просто является неэффективным, а не способен в силу своей командной структуры эту неэффективность понимать и исправлять. Потому что каждый раз, когда прилетала куда-то российская ракета, вместо того, чтобы признать, что она прилетела не туда, вставал генерал Коношенков и рассказывал, что нет, она прилетела туда, а 20% российской бронетехники просто без всяких сил ССО валялось по дорогам, потому что они были ржавые, потому что они не умели заводиться, и потому что у них что-то там испортилось. И вот как же звали этого десантника, который потом сбежал и книжку написал. И он в этой своей книжке описывал, как он ехал на войну на Урале, у которого не было тормозов. Вот это был такой в этот момент образ российской армии. Он был, как выясняется, теперь в корне неверный, потому что российская армия сумела в корне перестроиться, и вот та контрактная армия, которая была, и та контрактная армия, которая, и та армия, которая воюет сейчас под Авдеевкой, это просто совершенно разные вещи. Второе, чего я недооценила, и многие, я думаю, тоже сделали эту ошибку, у меня было полное ощущение, что Соединенные Штаты приняли решение додавить Путина, ну что они будут варить лягушку в молоке долго, но что они ее сварят. И это было абсолютно ошибочное ощущение, в том числе и вот сейчас из статей, вот тех же самых книг, которых я и Фойера, и Аркина, которых я цитировала, видно, что, как Соединенные Штаты с самого начала приняли решение, что это будет война contained, это будет война ограниченная, это будет война между Украиной и Россией, она не будет не переноситься за территорию, она никуда не будет перенесена за территорию Украины, ни на территорию Европы, как обещал Путин, ни на территорию России, как обещали Соединенные Штаты. Вот так они двигались в этом направлении, Да, они дали «Хаймерсы», да, они дали «Три семерки», но они очень долго ждали с передачи Украине оружие, которое было необходимо для наступления на сухопутный коридор. И к тому времени, когда они дали это оружие, российская армия неожиданно для многих сумела закопаться. И третья вещь, которую, опять же, я абсолютно недооценила и думаю, что ее вообще трудно было предугадать, это развитие дронов, которое превратило эту войну опять в позиционную войну по типу Первой мировой. Когда все поле боя абсолютно прозрачно, и когда украинская армия по той же самой, значит, по тем же самым работе напытается наступать. И, с одной стороны, есть гигантские российские минные поля, которых никто не ожидал, есть посадки, которые перекопаны просто внизу, чего тоже никто не ожидал, потому что там внизу построены гигантские укрепления, там летает спутник, думает, что там просто посадка. А там реально российские войска сумели обмануть спутники. И самое главное, летают российские дроны, например, те же самые ланцеты, которые вот очень часто говорят, что Украина в большом количестве уничтожала российскую бронетехнику, что совершенно правда. Но надо было учесть, что в ряде случаев бывали такие ситуации, когда эта бронетехника идет как приманка, по ней бьет украинская артиллерия, а это какая-то драгоценная галбица, вот там вот в леске сидит в этот момент, ну не сидит, он летает, естественно, барражирует ланцет, который смотрит, откуда бьет эта галбица, он прилетает на эту галбицу, он ее вырубает. И, соответственно, оказывается, что БТР или танк был всего лишь приманкой. И вот это невероятное развитие дронов, когда все бронетехники на этом поле боя, она не выживает. Она не выживала под Работино, она не выживала под Авдеевкой, с той только разницей, что под Работино, заложенный ее применил, увидел, что она не выживает, и сразу убрала. Под Авдеевкой Россия потеряла около 500 единиц бронетехники, если я не ошибаюсь, потому что, типа, не жалко. Вот, и вот то, что можно дроном, который стоит 400 евро, вынести танк, и для этого надо, ну, 2-4 дрона, при том, что там снаряды даже сейчас, вот те снаряды, которые сейчас Германия поставляют, они стоят Германии 8 тысяч евро. Ну, понятно, они стоят просто дорого, потому что их мало, они там стоят американцам, если я не ошибаюсь, по 5 тысяч долларов. Но, тем не менее, это снаряды уже надо до черта. Да, снарядов на укрепленный пункт по стандартам российской армии, если я не ошибаюсь, нужно где-то 120 штук снарядов, фактически ведут разоградительный огонь. Снаряды не могут, ну, редко, какое бывает, чтобы бронетехника на поле боя была вынесена снарядом. Это просто психологический эффект, оно падает, ни пехота, ни бронетехника там в ужасе поворачивает. Так вот, да, что дроны сделают невозможным продвижение любой армии в что той, что этой, в сколько-нибудь значительных пределах, без чудовищных потерь, я думаю, что это в начале войны мало кто мог предположить, тем более мало кто мог предположить, что вот та самая российская армия, которая казалась такой неповоротной, что если в начале войны, собственно, дроны были исключительно украинским приспособлением, делалось от отчаяния, когда люди просто на эти мавике крепили гранаты, какие-то самодельные механизмы, и вдруг все это пошло, все это заработало, и кончилось тем, что если уже под Бахмутом было соотношение 1 к 5, и дроны в пользу Украины, то сейчас соотношение 1 к 5 больше в пользу России. И в Авдеевке сейчас не только снарядов, но и дронов на самом деле нет. И вот эти три фактора, что российская армия сумеет перестроиться, что американцы не будут давать оружие в достаточном количестве, и что такой эффект будет от дронов, вот это никто в этот момент, я думаю, не мог предположить, просто потому что задача движения трех тел, такие вещи не предсказываются, потому что слишком много акторов. И вот до самой неудачи украинского июньского наступления было вообще, я думаю, непонятно, чем все кончится и как оно будет продолжаться. И вот это был второй период. И, как я уже сказала, он кончился летом, потому что стало понятно, что Украина не способна в этих условиях продвинуться. А потом оказалось, что Россия в этих условиях, ну, способна взять Авдеевку, но в течение нескольких месяцев с чудовищными жертвами и из расходов значительной части своей бронетехники и резервов, которые не позволяют, там, надеяться на какое-то российским войскам, надеяться на какое-то дальнейшее продвижение. И в результате мы вступили в третий этап войны, который, как я уже сказала, заключается в том, что обе стороны способны эффективно месеть друг друга в окопах, неся чудовищные человеческие потери. Стратегически это, ну, более выгодно Путину, потому что у него больше людские ресурсы, потому что у него экономика сейчас заточена под войной, российская экономика от войны на самом деле не очень страдает. Более того, она, как ни странно, какие-то вещи от войны идут ей в плюс, потому что если, ну, вот, условно говоря, Англия в XIX веке тоже все время воевала, но поскольку эта война происходила за ее пределами, то она только разгоняла экономику благодаря военному кейтсианству. Украина, конечно, экономическая ситуация совсем другая. И, соответственно, вот в этой ситуации ничего, кроме, там, ужаса и конечного стратегического тупика для обеих сторон не просматривается. И в этом смысле, когда я вижу, что и Америка, и Европа за этим, пусть без удовольствия, я не думаю, что там какое-то удовольствие, что там вот это специально, типа, пусть двое славян уничтожают друг друга, а мы попьем чай. Я не думаю, что современная бюрократия и современный Запад устроены таким способом. Им просто на все плевать, им, типа, отстаньте от нас. Вот когда Байден звонит Нитаньяху и говорит, только не входите в рафиях, это же он не то, потому что там Байден сочувствует Хамасу или хочет, чтобы Хамас и Израиль взаимно перемололи друг друга. Он просто хочет, вот отстаньте, меня выбор интересует. У меня есть американские мусульмане, у меня есть вот эти вот гарвардские студенты, которым не нравится, что я не останавливаю Израиль. Поэтому все, что делает Байден, это он делает не от того, что у него есть какие-то геостратегические задачи, а просто от того, что у него есть выборы. И вот то же самое мы видим происходит сейчас со взаимным смертно-убийством российской и украинской армии. Не то, что на Западе сидит какой-то бильдербергский клуб, вот как думает Путин, и хочет, чтобы две страны взаимно истощили друг друга. А просто, ну, у ребят другие задачи. У них вот выборы. Вот выборы это гораздо важнее. Вот если Байден может уесть Трампа с помощью украинского вопроса, и Трамп может уесть Байдена с помощью украинского вопроса, для них это гораздо важнее. Вот там нету того эдженсы, той организации, которая будет сидеть и специально придумывать. Но это то, что происходит с любой войной, когда ее поручают людям доброй воли. Не только любой войной, но и любым конфликтом. Вот что происходит с голодом в стране, когда ООН начинает помогать голодающей стране? Голод становится перманентным. А что, если ваша война, которую вы ведете, зависит не от вас, а от каких-то людей, которые немножко дают оружие, вот чем хорошо Израилю? Он не надеется на американскую помощь. Он все прекрасно понимает и воюет сам. Когда война ваша зависит от того, что вам какие-то хорошие люди будут давать оружие, то эти хорошие люди, они на самом деле оружие будут давать ровно столько, чтобы у вас не обрушился фронт. В результате через 10 лет этой войны кажется, что потери были бы меньше, если бы он обрушился. Но мы не виноваты, мы же такие хорошие. Мы же не могли вот как бы... Мы же только... Три ремарки, Юля. Позвольте буквально на две минутки, да, еще задержу вас. Мне кажется, важно. Когда вы говорили о факторах, которые недооценены были, я думаю, что тут есть еще фактор украинской армии как таковой. И то, что она состоялась в этой войне, мне кажется, это очень важный фактор. И еще один фактор – это перенос войны на российскую территорию. Мне кажется, это тоже важный фактор, потому что мы видим, что вот все-таки мы достаем до каких-то предприятий в России. И третье – Израиль тоже рассчитывает на помощь Америке. И вы справедливо заметили, что не раз издания писали о том, что недовольны в Израиле тем, что Америка пытается тоже каким-то образом дирижировать поставками оружия. И, кстати, сами американцы об этом писали. И в этом смысле вот тогда, наверное, еще последний вопрос, вытекающий из всего того, что сейчас вот говорила. Вот и российская армия, как бы нам этого ни хотелось, да, и украинская армия. За время этой войны они стали другими армиями, армиями, которые ведут большую войну здесь и сейчас. Не кажется ли вам, что именно поэтому Европа сейчас заговорила о том, что пора готовиться и всерьез стала рассматривать, что сейчас угроза уже вот просто у ее границ. И дело даже не в том, что Украина не выстоит. Может быть, в какой-то момент Украина будет самым главным союзником для тех, кто сейчас готовится противостоять России в каких-то других точках. И вот то, что там в Балтике строят эти укрепления, мне кажется, это тоже может о чем-то говорить. Вот в этом смысле, мне кажется, тоже вот интересно, как вы бы это прокомментировали. Ага, значит, смотрите, давайте опять говорить о прошлом и не о будущем, потому что я не знаю, к чему там готовится Европа, когда они рассказывают про страшную российскую угрозу. Я не знаю, насколько она вероятна, потому что, да, от Путина можно ждать все, но мне кажется, что они гораздо больше это делают, просто потому что они поняли, что у них нет нормального военного производства, для того, чтобы его запустить. Надо рассказывать не то, что ребята, мы должны помогать Украине, а надо рассказывать, что, ребята, Путин нападет на нас. Я должна сказать, что, с моей точки зрения, если бы в Европе были действительно ответственные политики, которые четко ранжируют задачи, которые перед ними стоят, то, простите, я опять скажу неполитаретную вещь, но мне кажется, вот те прекрасные люди, которые в палестинских этих клетчатых платочках маршируют по городу Лондона и с которыми вынуждены считаться европейские политики, они представляют собой гораздо более долгосрочную угрозу Европе и clear and present danger, чем гипотетическое нападение Путина. Более того, я скажу, что если, скажем, Европа не будет пускать больше исламских мигрантов, а половину еще и выселит, то Путин у него никогда не нападет, потому что, как я уже сказала, он оппортунист. Он нападает только на натуре, с которой в воде идет кровь. Возвращаясь к двум очень важным замечаниям, первое, что украинская армия спасла Украину. Вот это абсолютно точно, что Украину спасли не политики. Еще раз повторяю, вот то, что сделала до апреля украинская армия, то, что сделала, собственно, это действительно был план, который заложенный реализовал. Вот он поступил точно по плану, и свой план он выполнил. Почему я сказала, что дальше пошли неизведанные воды? Потому что дальше план заложенного не заходил, потому что заложенный не считал, в отличие от многих, в том числе, и, извините, ваши покорные слуги, что Европа вообще что-то даст, что американцы вообще что-то дадут. Его план был нанести настолько неприемлемые потери российской армии, что Путин заговорил о перемирии. Он нанес настолько неприемлемые потери российской армии, что Путин заговорил о перемирии. А поскольку перемирия не случилось, дальше ни у кого плана не было. Вот это просто важно понимать. Дальше действовали факторы, о которых я говорила, которые никто вряд ли мог просчитать заранее. Ну, возможно, заложный их тоже просчитал заранее. И что-то вы еще сказали очень важное, кроме украинской армии. Ну, то, что эти две армии, российская и украинская, они стали очень сильными. И в какой-то момент украинская армия просто может расцениваться уже нашими запятными союзниками, как настоящий союзник, который способен защищать и помогать. Ну, как вот турки унижают. По-настоящему серьезная армия. Да. Вот я боюсь разочаровать вас, что в данном случае как раз украинская, именно потому что сейчас где-то я видела оценки, что не факт, что американская армия прорвала бы российские укрепления. Я не знаю, так это или не так, потому что может она... А, да, вы сказали, перенос военной территории России, это очень важно обсудить. Значит, я не знаю, так это или не так, потому что... Но, может, она российские укрепления не прервала бы, но она томогавками могла вынести всю логистику в российском тылу. После чего как-то так от этих укреплений, ну да, там сидели бы люди, которых не то что чем стрелять нет, ничего есть. Но суть заключается в том, что мы увидели, что Запад не готов в принципе к продолжительной войне такого рода, потому что оказалось, что хваленая западная техника, к ней не приспособленная, мы все в начале войны дико потешались над вот этими вот российскими разболтанными гаубицами, которым нужно 10 снарядов на то, чтобы попасть в то место, которое попадает один снаряд М-777. А потом оказалось, что М-777 рассчитано на то, чтобы в песочке, в пустыне, где-нибудь в Ираке или в Афганистане пару раз выстрелить по инсургентам, пару раз выстрелить по террористам, и она вся такая себя воздушная, она вся такая себя очень тонко настроена, у нее масса там прецизионных механизмов. И что, когда в эти механизмы попадает грязь из-под бахмута, то эта штука не работает. Что танки «Леопард», что у них то же самое. Они все очень дорогие, они все очень точные. В силу того, что они очень точные, они гораздо быстрее разболтываются, чем вот российское оружие, которое чинится с помощью кувалды и какой-то такой-то матери, как в известном американском фильме про российского астронавта в шапке-ушанке. А оказалось, что кувалда и автомат Калашникова – это не так глупо. Этого никто не ожидал. Возвращаясь к вашему важнейшей вещи, которую вы сказали насчет переноса войны на территорию России, о чем неоднократно писал генерал Залужный, потому что сейчас, да, получается, что, ну, во-первых, это было условие, на котором американцы договорились с Путиным. То есть понятно, что каждый раз, когда Украина это пытается делать, она тем самым нарушает условия с американцами. Американцы воротят нос и говорят, мы так не договаривались. Это первое. А второе, собственно, именно поэтому американцы не поставляют всех этих долгосрочных ракет и прочее, и прочее. А дальше возникает, вот насколько я понимаю, но, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление есть, что где-то действительно несколько месяцев назад один из планов заложенного заключался в том, что если наносить существенные удары по логистическим, ну, собственно, по российской логистике, которая на территории Белгорода и на территории Ростова, то, опять же, можно сделать то же самое, что произошло тогда в апреле. Заставить Путина подумать и идти на переговоры. Но по факту сейчас, как мы видим, этого нету. Я сильно подозреваю, что Украина за это время все-таки что-то сделала, потому что, ну, все-таки уже два года происходит война, какие-то ракеты можно было построить, в конце концов. Да, это страна, на которой был южмаш, там, славной традицией украинского ракетостроения. Так что я буду очень, не очень удивлена, если эту стратегию начнет реализовывать сельский и по российским городам начнет что-то прилетать. Но тут надо понимать, что любую ракету в современном мире все-таки действительно можно сбить, а любой беспилотник сбить сложнее, если он маленький. Но понятное дело, что беспилотник, он, если он маленький, особенно если он далеко летит, он с собой много не принесет. Понятно, что он при этом может выбирать какую-то цель, у которой, грубо говоря, носит с собой свой собственный хворост, потому что если он попадет, ну, там, в бензохранилище, в нефтехранилище, то гореть будет, даже если у беспилотника чрезвычайно маленькая нагрузка. Но вот то, что мы видим, обратите внимание, вот с этим Цезарем Куниковым, вот в современной дроновой войне, вот оказывается, что любая жирная цель, которой как бы она далеко не находилась, она заведомо обречена. Все потому что там какие-то детали можно говорить, потому что Цезарь Куников – это БДК. У БДК, знаете, очень плохо с переборками. У них вот таким способом устроено просто потому, что туда танк заезжает и выезжает, то есть у него продольные переборки. Соответственно, вооружения у него никакого, то есть он этот дрон заметить не может. Если он идет один, то он его, как я уже сказала, не замечает и нечем ему его сбить. Значит, был такой корабль, который назывался «Москва», который все это мог заметить, но, как мы знаем, с ним случилась неприятность еще в самом начале войны, еще и дронов-то никаких не было. Вот, собственно, как раз потопление Москвы, оно в значительной степени предопределило исход битвы на Черном море. И мы видим, что если Путин, а суть по всему, когда он выходил из зерновой сделки, он рассчитывал сильно топить украинские корабли или, по крайней мере, сделать так, чтобы они не плавали. И вот он капитальным образом просчитался. То есть вот все, что реально ценное в этой новой войне, действительно может быть вынесено, если не дронами, то ракетами или надводными дронами и так далее. Но от этого до прорыва укрепленной линии фронта дистанция огромного размера. И посмотрим, но мне кажется, честно говоря, все-таки как-то достаточно маловероятно, что Украина откуда-то накопит достаточно своих ракет, чтобы вынести российскую логистику. Хотя еще раз повторяю, ну понятно, что просто если писать военный план, то эта штука должна была быть в военном плане просто первой строчкой. Следующей строчкой, наверное, развитие, с одной стороны, рэп, которая подавляет дроны, и мы это видим. Все происходит с чудовищной скоростью. Просто вот я могу похвастаться, что я месяца два назад в The Hill, американское издание, написала колонку, в котором сказала, что следующее, то, что будет происходить с дронами, это будет, с одной стороны, развитие рэп, который их подавляет, а с другой стороны, развитие искусственного интеллекта, который позволяет этому маленькому дрону, даже если его подавил рэп, самостоятельно выбрать объект, идентифицировать его с танком. Да, очень возможно, что он перепутает этот танк с сараем. Но владельцы с сараем в этой ситуации вряд ли будут подавать рекламацию и говорят, ну как же это, наш был сарай, да, вот. Никто не будет плакать. По поводу сарая не будет предъяв. Так вот, и просто это происходит на наших глазах, потому что следующее поколение ланцетов уже обладает этим искусственным интеллектом. Огромное количество российской бронететехники уже ездит не только с курятниками, но и с каким-то малым рэпом. И этот малый рэп, опять же, очень часто не действует на... То есть в Украине тоже уже есть и стаи дронов, и тот же самый. Это нельзя называть искусственным интеллектом. Это довольно более примитивная вещь. У вас айфон есть? Нет, я не люблю айфон. У меня самсунг. А, ну вот я не знаю, может, у вас в самсунге та же самая функция. Вот я просто недавно листала свой айфон. Дисклеймер, это не реклама. Да, и он мне вдруг выкатывает подборку «Ваши друзья-кошки». «Your pet friends». То есть это я к чему? Что он сделал? Я же его не просила создать эту подборку. Это он сам просмотрел мои фотографии. Определил, что вот на этой фотографии кошка, вернее, ну, pet, неважно, кошка, собака, может быть, он и свинюба тоже зачислил в домашнее животное. Не знаю. Но определил, что это ни дерево, ни машина, ни облако, ни гора, что это вот домашнее животное. И создал подборку сам. Но это абсолютно та же самая функция, которая позволяет дрону, который летит над местностью, сказать, а, вот это, кажется, коробочка. У меня, наверное, с собаками такое случилось, просто я любитель собак, поэтому... Юля, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами, очень задержали вас, конечно, но, по-моему, так хорошо, интересно поговорили, поэтому спасибо вам огромное. Извините, что я как-то не так оптимистично звучу, как вот я, знаете, в мае, в апреле. Ну, я думаю, что в этом тоже есть оптимизм. Что-то переосмысливать, я думаю, что в этом тоже есть оптимизм, если честно. Да, а что касается тех же самых вот... Просто последнее, что я хотела добавить, когда вы сказали, что европейцы видят, что из себя представляет украинская армия, какая она абсолютно действительно фантастическая. Так вот, я думаю, что они видят и в страшном сне думают, а что если она объединится с российской? И более того, ну, это самый крайний вариант, это вот вариант, который там Арестович говорит, что он всеми пугает. Но они точно так же понимают, что это настолько сильная армия, и это страна с настолько большими проблемами и с настолько большим весом, что если она войдет, скажем, в НАТО, то это будет сильно менять баланс сил. Эх, тесно, не старика Киссинджера. Помните, как он говорил? И вот старик Киссинджер говорил, что Россия без Украины не может быть империи. Путин прочел старик. Простите, ради бога, это говорил Бжезинский. Да, это 90 градусов, это прямой угол. Я думаю, что Путин очень внимательно прочел Бжезинского, и на самом деле весь его спич по поводу 30-минутной таки руководства, но сводился вот к этому тезису Бжезинского, что Россия без Украины не может быть империей. Так вот, Россия Европе не нужна, особенно путинская. Да и никакая, суть по тому, что Путину вот тогда послали с этой идеей НАТО. Но Украина стала такая сильная, что она Европе тоже не нужна. Вот ведь ужас-то в чём. Ну, может, послушаем тут Киссинджера, который, помните, сказал, давайте примем Украину в НАТО, потому что она стала очень сильной. Мне это нравится. Он-то, правда, не совсем так, как нужно сказал, но мысль-то хорошая. Так вот, понимаете, мысль Киссинджера не отвечает тому, что анализу того, что происходит на наших глазах, потому что на наших глазах что-то одни слишком сильные, другие слишком сильные, а мы тут заботимся о гендерном Новоротавии и, так сказать, не можем произвести достаточное количество снарядов, потому что те люди, которые раньше производили снаряды, теперь дают консультации по перемене пола. Так, ребят, давайте вот это... Они станут оба послабее. Ближайшие 10 лет. Ну, замечательно, ближайшие 10 лет. Представьте, сколько от них останутся, что от тех, что от других. Юлия Латынина. И в этом очень трудно Европу упрекнуть, потому что, еще раз повторяю, своя рубашка всегда к телу ближе. Каждая страна исходит из своих стратегических интересов, а не чужих стратегических интересов. Юлия Латынина была сегодня с нами на связи, за что мы страшно вам, Юля, благодарны. Спасибо большое. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин